Сейчас самое подходящее время подвести итоги минувшего 2021 года. Что же произошло за этот год на рынке недвижимости и не только в Турции? И чего ждать в наступившем 2022 году? Смотрим вместе! Уверенный рост. Такую короткую характеристику можно дать турецкому рынку недвижимости. За 11 месяцев 2021 года на этом рынке совершено более 2,7 миллионов сделок. А налогами в казну поступило почти 20 миллиардов турецких лир. На первом месте сделки с жилой недвижимостью. Далее поля, земельные участки и коммерческие объекты. А вот и топ-7 регионов по количеству сделок. Это Стамбул, Анкара, Измир, Анталья, Конья, Бурса и Мерсин. Сравнив количество сделок с жилой недвижимостью в 2020 и 2021 годах за один и тот же месяц, ноябрь, можно увидеть рост в 59%. Тройка лидеров – Стамбул, Анкара и Измир – уверенно держат свои позиции и тут. В целом, ноябрь 2021 года – самый успешный за последние 25 месяцев. Объем продаж иностранцам бьет все рекорды. За этот месяц граждане других государств приобрели 7363 единицы жилой недвижимости со средней стоимостью объекта, близкой к 200 тысячам долларов. Ассоциация турецкой недвижимости рассчитывает поднять этот показатель до 225 тысяч в ближайшие несколько лет. Вместе с этим рост затрат на строительство при падении курса лиры и росте инфляции создал напряженность на местном рынке жилья. Господин Исмаил Асджан, президент Ассоциации по продажам недвижимости, выразил озабоченность ситуаций и недостаточность мер, которые помогли бы сделать жилье более доступным для турецкого населения. По итогам октября 2021 года средняя стоимость квадратного метра жилой площади в стране достигла 4851 лиры. Что ж, вернемся к данным аналитики. Первое полугодие. Количество жилых строений увеличилось на 88,4%. Сравнение с тем же периодом 2020-го. Третий квартал. Объем продаж вырос на 36,8%, а продажи иностранцам на 60,2%. Сравнение со вторым кварталом. Что касается строительного рынка Турции, несмотря на негативное влияние пандемии, он постепенно восстанавливается. Уже показав рост производства на 20%. Однако сдержать рост стоимости стройматериалов сложно. Спрос пока превышает предложение. Рынок ипотечного кредитования похвастаться ростом не может, несмотря на снижение ставок. За первые три квартала 2021 года не удалось преодолеть порог в миллион сделок. В сравнении с более 1,1 миллиона за тот же период 2020-го. Подводя итоги, можно сказать, что сегмент жилой недвижимости в условиях, когда мир лихорадит от последствий пандемии, оказался более надежен, чем другие финансовые инструменты. Согласно данным Mint Lab, доход от аренды в Стамбуле за июль 2021-го составляет 3,22%, а ежегодно до 34,22%. Трудности рынка жилья Турции ипотечного и строительного секторов не оказывают существенного влияния на интерес и планы иностранных инвесторов. Неудивительно, что и россияне, подыскивая жилье за границей, из всех стран предпочитают более доступную Турцию, как по уровню цен, так и по перспективам возврата инвестиций. Turk Estate. Осуществи свою мечту. Живи у моря уже сейчас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»